Готовь! Ты со мной до конца, верно? Ваша сила вселяет в меня силу. Приветствую в BenchLand. Современные проблемы требуют современных решений, и в сценариях, когда вы хотите поиграть, в современной затычке вроде GT710 вам 100% не хватит. Минимум, что вам потребуется это GTX 1050, но платить аж целых 400% переплату... Наверно, такой себе вариант. Наверняка вы будете также рассматривать бэушные варианты, а когда вы не хотите связываться с бэушным, хотите исключительно новые, единственное, что приглянется в качестве компромисса GT1030. Но зачем идти на компромисс, если можно получить полноценное решение, а-ля секретный GT2030? Это неформальное название NVIDIA Quadra T400. Ну что ж, забенчим ее! Quadra T400 поставляется в черной матовой коробке с минимумом полиграфии, что внутри можно узнать по наклейке сбоку. Весь комплект состоит из T400 в антистатик пакете и фрейма для стандартных корпусов, изначально накручен низкопрофильный. Видеокарта выполнена в низкопрофильном форм-факторе с активной системой охлаждения высотой в один слот. Интерфейсная панель представлена тремя разъемами дисплейпорт версии 1.4, а значит потянет одновременно три дисплея 4К 120 Гц. На текстолите нет ничего примечательного. Вес составляет 132 грамма, так что влезет всюду. Система охлаждения минималистична. Это алюминиевый радиатор с вентилятором 0,2 А, который также контактирует с чипами памяти через термопрокладки. Он управляемый, разъем 4 пин, и этого более чем достаточно для Quadra T400. GPU выполнен на базе чипа TU117. Это также основа для Quadra T600, T1000, GTX 1650, GTX 1650 GDDR6 и их мобильных аналогов. VRAM набрано двумя чипами производства Samsung. Подсистема питания максимально проста. Одна фаза на память и одна фаза на GPU. Quadra T400 выбивает 1649 очков в Benji 3D Mark Time Spy. Для сравнения, разогнанный до предела 30 Вт GTX 130 жмет 1431 очко. На секундочку, будучи профессиональным ремейком GTX 30 на архитектуре Тьюринг, Quadra T400 умудряется дышать в спину Quadra P1000. Впрочем, при любых раскладах это все еще не уровень GTX 1050 и оптимизированных EGP Renoir Cezanne, так что не спешите радоваться. Сейчас на экране результаты Quadra T400 в других бенчах. Скорее всего, вы сомневаетесь в его способностях, но он прекрасно себя чувствует в старых играх, и что-то, да может, в новых. Проекты начала прошлого десятилетия можно без проблем отыграть на средневысоких настройках качества с комфортным FPS. Шедевры оптимизации вроде Alien Isolation так вообще справляются с ультра-настройками. Праздник? Проекты середины десятилетия в основном идут на низком качестве с комфортным FPS, с исключениями в виде средне-низких параметров графики. Что же касается актуальных игр, это исключительно минималки, причем желательно с применением FidelityFX. Обычно геймплей крутится вокруг меметичных консольных 30 FPS. Какие ваши доказательства? А доказательства в виде коротких срезов. Need for Speed Hot Pursuit. Высокие настройки графики. The Elder Scrolls V Skyrim. Средние настройки графики. Far Cry 3 Кровавый Дракон. Средние параметры графики. Alien Isolation. Ультра-качество графики. Black Mesa. Средние качества графики. Dying Light. Пресет максимальной производительности. Red Fiction Guirilla. Очень высокие параметры графики. Resident Evil 3. Ожидаемо минималки. А теперь неформальный батл. GT2030 в лице Т400 против GT1030. Объективный недостаток квадра Т400 это разъемы мини-дисплейпорт, которые в подавляющем большинстве случаев заставят раскошелиться на переходник. А также невозможность тонкой настройки частоты напряжений. А значит не разогнать и не оптимизировать ее не получится. А во всем остальном сплошные преимущества. Как видите, Т400 лучше практически во всех случаях. Разогнанный GT1030 GDDR5 опережает Т400 только в старых играх, например Alien Isolation и Benji 3D Mark Fire Strike. В общем, победитель очевиден. Продолжение следует... Я также упоминал, что квадра Т400 дышит в спину квадра П1000, но это не в играх, а лишь в бенчах. Как-никак, больший вычислительный обвес и 4 гигабайта VRAM не оставляют никаких шансов Т400. Если угодно, ставьте видео на паузу и изучайте таблицу. Теперь об игровом потенциале современных игр. Таблица на экране, ставьте на паузу для подробностей. Тяжеловесы вроде Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla или Call of Duty Warzone даются Т400 нелегко. Но ничто ж не мешает снизить разрешение или подкинуть FidelityFX и выехать на плюс-минус комфортный фреймрейт. Многопользовательским играм вроде Country и Dota 2 возможностей более чем достаточно. И помните о том, что условные 60 фпс могут резко превратиться в слайд-шоу из-за малого вычислительного обвеса Т400. В общем, встречаются ситуации, когда с одной стороны вроде все круто, а с другой фпс летит на дно. Теперь срезы телеметрии по современным играм. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...